Пьянисты Могилёва Блескуча выступили на 14-м международном детячем конкурсе «Музыка надеи». Золото и бронза на рахунку двух юных музыкантов отметна, что фортепьянная школа Могилёвшины не бачила международных узнагородов маль два десятки годов. Зменить становишься оказалась по силах вушням и педагогам Могилёвской детяшей школы мостатства у номер 3 имя Солдатова. Девятигодовая Полина, пират камеры, выконвая твор у Пеунина и по Майстерску. Але неутойвая. Почас выступления на международном конкурсе у Гомили хвалявалася так, что дух захопливала. Склад журы аутеритетный и поважаны, профессоры и академики консерватории Москвы, Кишинёва и Минска. Я не рассчитывала занять третье место, но теперь буду стремиться к первому. А может, это хороший подарок тебе к Новому году такой? Очень хороший подарок. Савелий Андреев выступал в старейшей группе. Конкуренция зашкальвала. Как пройти два туры и добраться до первого места, музыканту пришлось бездакорно выконать все шесть творов. Серояких музыка эпохи барокко, классицизма и творы белорусских композиторов. Он парень с боевым таким характером. Он может сильную программу подать, показать. В таких темпах, в которых я порой не ожидаю. У него есть харизма, которую мало кто имеет из детей. На конкурсах делится Савелий, и он николи не слухая выступлений конкурентов. Али для перамоги только одних прыгмет недостатково. От чего зависит успешное выступление? Ну, во-первых, от настроя. Настрой должен быть хороший. Нельзя сомневаться в себе, нужно быть уверенным. Также способности, техника тоже очень важно. На сцену конкурса «Музыка надеи» вышли больше за 60 самых талиновитых юных музыкантов из Беларуси, России, Молдовы, Украины, Израиля и Литвы. Треба отзначить, перемог на международных конкурсах у номинации фортепиано наша в область немела аж но 18 апошний год. Але гэтая «Музыка надеи» показала, Могилевская фортепианная школа готова одновить конкуренцию и знов быть у лидерах. Алиса Рыбалка, Миколай Соболев, Новина Рыгина.